Так, сегодня в ремонте FATBIKE Значит, что здесь у нас наколхожено? Во-первых, вот здесь у нас уже термоусадка и изолента То есть это все разбиралось, это все где-то каратит Непонятно где дальше У нас идет самодельный провод Видимо, он здесь был перебит и сделали самодельный провод Смотрите, что здесь сделали То есть просто какие-то мягкие, тонкие, жиденькие, совсем проводочки Неизвестного производства Какая-то лапша Соответственно, все это очень ненадежно Сейчас мы будем думать, как все это поменять Потому что, ну, вот так вот оставлять На морозе просто лопнет этот провод Слишком тонкий По сравнению с этим вот китайским, более прочным Это все фигня Будем менять все разъемы Дальше, вот так вот у нас внутри выглядит контроллер Он весь уже окислился Я не знаю, это промывать надо, да, наверное? Все это надо промывать Может быть, какие-то дорожки даже усиливать, пропаивать Потому что, ну, это вообще жесть Вот такая куча проводов Которые все тоже не герметичные Половина уже на какой-то изоленте намотана Соответственно, что мы сейчас сомневаем? Сейчас у нас сгорел один датчик хола И плюс человек уже один раз контроллер затопил Что-то здесь с ним делал Соответственно, мы будем все эти разъемы менять И это будет стоить очень недешево Вот И по велосипеду У нас здесь имеется рама на 175 А мотор у нас на 190 То есть перья очень сильно сжимает Честно говоря, я не знаю, как здесь Что-то здесь можно сделать Хотя здесь есть немножечко у нас резьбы Может быть, какую-нибудь сюда шайбочку поставим Резьба вся вот такая вот забитая Это в раме прокручивает ось И смотрите, какое здесь посадочное место Оно слегка уже вот здесь вот Неправильной геометрии его начинает сюда подбивать С той вот стороны хорошо видно И то же самое Вот эти вот все разъемные герметичные фишки Здесь какая-то Что-то намотано непонятно В общем, все это надо будет Герметизировать, наверное Так, внутри мы имеем очень сильно густую смазку Для подшипников Которая уже вот прям вот сворачивается С грязью Короче, это надо все перебирать, менять Дальше мы тут нашли, что у нас Силовые разъемы начали подгорать То есть видите, да, они уже все почернели Потому что, видимо, я так на лапша, да, вот это не пропускает токи И в самом слабом месте Да и разъем такие фиговые, что все это подгорает Короче, ремонт будет дорогой Так, вот так у нас выглядят силовые провода Тонюсенькие, но правда посеребренные провода Но просто они на скрутке даже не пропаяны, ничего То есть вот внутри термоусадки Люди постарались сделать термоусадку Но при этом ничего не пропаяли Как это все не погорело Дальше у нас еще история интереснее У нас вот эта резьба Здесь видите, шаг один резьбы в начале А здесь шаг другой То есть перенарезали резьбу И еще ось кривая при этом То есть согнули вот такую толстенную ось Блин, столько проблем с вельком Все полностью собрали Все разъемы заизолировали Здесь внутри термоклей И потом термоусадка И когда термоусадка греет Термоусадка заполняет вообще все пустоты Единственное, что вот здесь Сейчас еще допаяем Термоусадка разная Разных размеров из того, что было Соединяем Вот здесь вот герметичный разъем Он накручивается Силовой разъем тоже Он будет герметичный И это у нас идет на ручку газа И на экранчик Такой вот разъем Шестипиновый Поменяли полностью провод на мотор Везде смазку убрали Добавили новую смазку В общем полная разборка Переборка и замена Вот этого провода Провод тоже нашли другой И поменяли его целиком Вот такая часть работы у нас Завершена Итак, основная проблема Нашего фатбайка Была вот в этом То есть вот это идет Толстый силовой провод Вот это идут Три тонких Точнее пять Здесь вот два Спаяны вместе Это на датчике хола То есть видите Это все расплавлялось И где-то вероятно Пробило изоляцию И поэтому датчик хола Сгорел внутри Ну и как бы вообще Это могло провести Еще там день-два Может быть месяц Покататься Это все бы расплавилось Полностью И могло закоротить На контроллер Могут сгореть и контроллер И обмотки в моторе Могло чуть-чуть еще произойти Потому что видите Изоляция не термостойкая Вся везде перебитая То есть это вот кусок Вырезали из мотора Поэтому все это было Заменено на новый Сделаны нормальные разъемы И велосипед уехал Вчера И все нормально Пока проблем нет никаких Надеюсь они не появятся В дальнейшем